Всем привет! Для одного небольшого эксперимента мне понадобился небольшой воздушный винт. И я решил сделать ролик о его изготовлении, начиная от проектирования и заканчивая фрезеровкой. Думаю, такое видео будет полезно для тех, кто хочет себе станок с ЧПУ. А для тех, кто не хочет, будет понятен сам процесс. Чтобы сделать воздушный винт, нужно примерно понимать, как он устроен. Воздушный винт не зря называется винтом, так как он именно ввинчивается в воздух. Единственная разница между болтом и гайкой с одной стороны и воздушным винтом с воздухом с другой, это присутствие скольжения винта. То есть, если болт с шагом резьбы 1 мм, за один оборот вкрутится в гайку на 1 мм, то воздушный винт вкрутится меньше. Ну или наоборот, если болт не подвижен в продольной оси, то на него накрутится гайка. А если винт вращается на месте, то воздух накручивается на него. Это уже вентилятор. Теперь приступим к моделированию. У меня уже есть заготовка для винта. Это деревянный брусочек сечением 50 на 29 мм. Поэтому создаем вспомогательный прямоугольник с такими размерами. Вся геометрия винта не должна выходить за его пределы. У винта должен быть профиль. Скачал картинку какого-то профиля и загружаю его в эскиз. Музыка. Ум incentives. Субтитры сделал DimaTorzok Если вам просто нужно крыло с постоянным углом атаки, то можно просто вытянуть профиль, но для винта такое не подходит. Для лучшего КПД шаг нашей резьбы должен быть постоянным, значит в зависимости от расположения профиля относительно втулки винта должны меняться установочные углы профиля. Для этого нужно создать несколько сечений. Сразу скажу, что винт будем делать упрощенный, с прямой лопастью, и профиль по длине тоже не будет меняться, но никто не мешает сделать его любой формы в плане. Просто нужно задавать больше сечений и менять их размер и сам профиль. Создал 4 вспомогательных плоскости и раскидываю по ним профиль. Теперь нужно задать угол атаки профиля в каждом сечении. Этот угол зависит от оборота винта, мощности двигателя, удаленности сечения от оси вращения и так далее. В рамках этого ролика я подробно объяснять не буду. Сечения готовы и можно делать бабушку по сечениям. Ну вот, можно сказать, лопасти готова. Осталось добавить дополнительные менты и создать вторую половину винта. Втулкой винта у меня будет просто кубик. Второй кубик это поддержка для лопасти при фрезеровке. Можно считать, что модель винта готова. Она несколько упрощенная, но основные шаги для высокого КПД винта сделаны. Аэродинамический профиль самой лопасти плюс правильные углы установки и крутка самой лопасти это самое важное. Остальное это уже проценты, а то и доли процента прибавки к КПД. Теперь нужно создать управляющую программу для станка. Использую арткам. В этой программе супер оптимизированные траектории не построишь, но для дерева самое то. Главное все быстро. А если станок совершит пару лишних движений, то не страшно. Фрезеровка будет с переворотом, значит нужно две управляющих программы, для низа и для верха. Сначала верх. И черновая и чистовая будет одной торцевой фрезой 6 мм. Вообще для чистовой траектории нужно использовать шариковую фрезу. Но модель не сложная, если где-то фреза не достанет, подотру наждачкой. Можно запустить эмуляцию и посмотреть, как будет выглядеть заготовка после черновой обработки. А это чистовая обработка. И то же самое для нижней половины. Теперь можно идти за станок. Самое главное при фрезеровке с переворотом, это точная заготовка и упоры. Чтобы при перевороте попасть в то же место. Как всегда времени мало, поэтому упоры из первой попавшейся фанерки. Дальше дело за станком. Дальше дело за станком. Субтитры сделал DimaTorzok Верхняя часть готова, можно переворачивать Если вделать прям настоящий большой винт, то заготовка должна быть больше винта И с боков тоже должен оставаться материал с перемычками для поддержки Но винт у меня всего 50 см, а профиль толстый, так что крепление в трех местах это нормально Заготовка стала тоньше, поэтому на второй половине я уменьшил скорость подати, чтобы ничего не оторвало Субтитры сделал DimaTorzok Переднюю кромку немного не дорезала Это из-за того, что я чистовую делал торцевой фрезой Придется дошлифовать А вот задняя кромка прям острая-острая И вот винт после наждачки Профиль есть, крутка тоже есть Как винт работает Как ветряк тоже работает, но в режиме ветряка профиль работает вверх тормашками И углы атаки нужны поменьше А вообще отметил для себя на будущее Рабочее поле у моего станка метр семьдесят на два семьдесят Если заготовку положить по диагонали, то вполне можно трехметровые лопасти для ветряка делать Если покрасить эпоксидной краской, то должны долго ходить На этом у меня все Подписываемся на канал, ставим лайки, проявляем активность в комментариях Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok